Как стать студентом элитного вуза? Об этом североказахстанским студентам рассказали менеджеры Назарбаев университета из Астаны. Встречи с молодежью они проведут во всех регионах страны. Кристина Горбаченко подробнее. Наш город стал первым, куда прибыла агитационная бригада Назарбаев университета. Главная задача менеджеров рассказать о столичном учебном заведении, о списке специальностей и правилах поступления. Одна из привилегий каждого студента – бесплатная основа образования, проживания и питания. С 2014 года получить Гранд Вуз могут 550 человек. Регистрация онлайн для поступления проводится ориентировочно с ноября месяца по январь месяц. Сам процесс поступления, то есть само участие конкурса, проведение экзаменов, проходит в интервале с января месяца по мая месяц. То есть мы проводим такие этапы экзамена, как АПТИС, диагностический тест английского языка. Один момент насчет предметов экзамена в связи с тем, что с 2010 года по 2014 года у нас партнером, администратором данной программы Foundation был University College London. Начиная с 2015 года у нас будет новый партнер. Чтобы стать студентом одного из элитных вузов страны, нужно не только желание. Основные критерии – хорошая успеваемость и знание английского языка, так как 90% профессорско-педагогического состава в Назарбаев университете – иностранные специалисты. Именно такой уровень образования сегодня привлекает абитуриентов. Среди североказахстанцев поступить в Назарбаев университет желающие есть. Я учусь на втором курсе гуманитарно-педагогического колледжа имени Макжана Жумабаева, получая специальность социального работника. Конечно же, я хотела бы стать студенткой этого вуза. Это хорошее образование и перспективы на будущее. Если студент выбирает программу предуниверситетской подготовки, а длится на один год, то по ее окончании он может поступить на бакалавриат или же с сертификатом пойти учиться в ведущие учебные заведения других стран. В настоящее время в Назарбаев университете знания получают порядка 2500 человек. В 2014 году студентами вуза стали 8 североказахстанцев. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК.